Всем привет! Меня зовут Станислав. Рад видеть вас на канале Лестовый. Случилась у меня небольшая неприятность, которая уже повторяется второй раз. Как видите, в моем доме стационарной проводки еще практически нет. Ну, только на втором этаже. А на первом этаже этой проводки у меня нет. И довольно-таки мощные приборы я вынужден подключать посредством вилка-розетка. А надо в стационарную прокладку доживать прямо от щитка. Смотрите, что у меня случилось. Классика жанра. Чувствую запахло. Вот, оплавилась вилка. Оплавилась вилка и оплавилась розетка вот здесь. Одно гнездо я уже сжег, вот еще одно. Многие скажут, что до пожара недалеко. Ничего подобного. У меня, если бы закоротнуло, то у меня сразу же бы щелкнулся автомат. Это уже не раз проверялось. Да и даже я, на самом деле, это специально проверял. Мне было интересно, отключится ли автомат в случае соприкосновения двух проводов. Еще как отключаться. Вообще, железо, 100%. Никаких иных вариантов нет. Только отключение. Если бы у меня оплавилась эта вилка, то потом, когда проводник еще бы нагрелся, если бы у меня оплавился провод, то у меня бы отщелкнул автомат. Если бы у меня провод не оплавился, а вилка бы только продолжала тлеть, то у меня просто бы пропал контакт. И греться бы все перестало. И скрыть бы ничего не стало. И все бы было хорошо. Но я это заметил, выключил. И сейчас я покажу, как это исправить. Но в этот раз я исправлю более основательно. Потому что проводку в санузел я потяну еще не скоро. На следующей неделе там кухня должна приехать, ей надо заниматься. Но не раньше, чем месяца через полтора-два я займусь стационарной проводкой на первом этаже. Вот значит, что нам для этого потребуется. Кусачки, бокорезы. Инструмент для снятия изоляции. Пассатижи, но возможно и не понадобятся. Нож для разделки провода. Обжимка гильзы. И непосредственно сами две гильзы. Вот. Кабель 2,5 мм квадратных. И, конечно же, шуруповерт. Хотя нет, шуруповерт нам не нужен. Вот эту вилку я мог бы разобрать, вынуть контакты. Они там, кстати, обжатые. Мы их все же разберем и посмотрим. Но этого делать не обязательно. Можно отрезать, разделать, собрать и продолжить то, о чем я говорю. Но мы все же сделаем дефектоскопию. Вот смотрите, о чем я вам говорил. То есть, здесь, вот, медь нагрелась, облавила изоляцию. А вот в этом месте, кстати, да, если бы вот до сюда дошла температура, вот она уже дошла. Вот если бы эти две изоляции вот здесь перемкнулись, то у меня бы выбил автомат. Но этого не произошло, поэтому его и не выбил. А случилось все это дело, скорее всего, из-за того, что когда вилка была воткнута, она чуть-чуть подвыткнулась. Видите, вот тут цвета побежалости. Вплоть до фиолетового и черного. Но это говорит о том, что здесь был высокий нагрев именно из-за искры. То есть, здесь был плохой контакт. А вот, в принципе, и черное пятно. Да, то есть, вилка была не до конца воткнута, либо наклонилась. Получился зазор между розеткой и самим штырьком. И отсюда излишний нагрев. Ладно, как все это устранять? Самый простой способ, который пришел мне в голову. Вот так вот это делается. Вот видите, ножом порезал изоляцию. Это не есть хорошо, но мы это и обрежем. Это нам не нужно. Нам нужны нормальные жилы. Вот так вот мы сейчас это все сделаем. Отрезаю все и делаю с запасом. Так, бокорезы. А теперь надо настроить вот этот инструмент. Так. Он у меня настроен как раз на 2,5 квадрата. Правда, не на мягкую жилу. А на VWG, NG, L, S. Это то, что кладут как раз в проводку. Вот, смотрите, как это все делается. Задача-то очень простая. Надо сделать из многожильного кабеля. Моножильный. Оп. Видите, и все. И вот эта вот штука становится как бы единой жилой. Безумно полезная вещь. Я ни разу не пожалел, когда купил обжимку. Значит, смотрите. Теперь мы берем VWG. И вставляем. Оп. Оп. Мимо. Все. Клемник зажат. Поверьте мне. Вот если вот так вот, вообще на самом деле, как временно пользоваться вместо розеток вот такими вещами, это будет намного более эффективно. И никогда никаких проблем с этим не будет. В интернете есть куча тестов, VWG, зажимов. И все они положительные. Только главное засунуть это все дело поглубже. Вот так вот. Все. Теперь вопрос точно не возникнет. Оп. Все. Вот отлично. Соединяем все это 0 к 0, фазу к фазе. Теперь мне надо вот это соединить вот с этим. А вот это я не буду исправлять. Она рабочая. И нагрузка здесь очень маленькая. Там только фекальный насос. И если я ухожу на улицу что-то пилить, я использую вот этот штекер. Так что мы его оставим. И переносочку портить я не хочу. Она вся собрана. Кстати, все розетки у меня собраны тоже через обжимки. И это классно. Так. Сейчас надо обесточить вот это дело. У меня это все делалось очень просто. Видите как все время. Оп. И все. Электричества нет. Вот это дело страшное при страшное. Не поверите. Два года она у меня в условиях вот этой стройки. Пока я строился, работала. Я с этого запитывал 6-киловаттные обогреватели. То есть 3-киловатта инфракрасные, 2-киловатта пушку. И еще у меня иногда включался чайник, там попилить что-то. Когда у меня вот здесь была только печка и труба в окно. Страшные времена. Немножко отошли от темы. Продолжаем. Вот мы все это дело запилили. Проверим. Микроволновка у меня не пискнула. Значит можно резать. Чуть-чуть надорвем изоляцию. Чтоб нам потом удобнее было. Вот это кабель тоже ВВГ-НГ на 2,5. Так. Безжалостно рубим. Розетку откладываем. Еще чуть-чуть на подтянуть. Вот так вот. Лишнее обрежем. Можно и пассатижами. Чтоб 100 инструментов не хватает. Берем, снимаем изоляцию. Чуть побольше. Вот так вот. И вставляем это вот в эти же ВВГ. Не забываем, что синий к синему, а белый к белому. Фазу в ноль поставить точно нельзя. Коротнет. Так вот. Вставлять надо до конца. Проверяем, вставилось или нет. Голые концы не торчат. Все хорошо. Вот. И сюда мы сейчас воткнем нашу розетку. Белый к белому. Все. Все ВВГ защелкнуты. Все собрано. Вот это можно было воткнуть сюда вместо вот этого. Но просто не хочу. А чмой втыкаем. Вот. И идем включать автомат. Не коротнуло. Микроволновка заработала. И вот. Вот она розетка. Кстати, которая тоже когда-нибудь подведет нас. Вот. Это бойлер. А вот это пушка. 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 Сейчас здесь работает 3,5 киловатта, 2 киловатта пушка, которая сушит мое белье и полтора киловатта Оставим пока все как есть, посмотрим на вага. На самом деле, как считается сечение проводника, берем нашу нагрузку полезную, то есть 3000 с половиной ватт и делим на 220 вольт, получаем ток в 15 ампер, чуть больше. По сути, нам надо полтора квадрата кабель, у нас здесь два с половиной, а два с половиной квадрата кабель без проблем может выдержать 5 или даже 6 ампер, причем до того, как он даже будет греться. Вот, смотрите, все работает, ничего не оплавляется. И вот это, это реально проверенный способ собрать электрику. А главное, это намного дешевле. Вага вот такой, есть еще маленькие, он стоит 15 рублей, по-моему, то есть на 30, чтобы собрать узел. А одна вот такая вилка у нас в магазине стоит 150 рублей, это хорошая вилка. Это реально хорошая вилка. А вот такая вилка, это говно, а не вилка. Сюда внутрь больше, чем два с половиной миллиметра вообще, в принципе, не засунуть. А сюда влезать четверка. Хотя и это на 16 ампер, и это на 16 ампер. Но вот это говно, а вот это хорошее, несмотря на то, что оно сгорело. Я их люблю. У меня есть очень большие переноски, и сварку я запитывал на больших токах, и все хорошо. И 16 ампер, которое написано вот здесь, они с большим запасом, нежели 16 ампер, которое написано здесь. А самое главное во всей электрике, это контакт. Если все сидит плотно, ничего нигде не болтается, то это соединение будет работать долго и исправно. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!